Обычно при создании видео мы используем метод проб и ошибок, проверяя на дешевых версиях то, что предстоит сделать, чтобы потренироваться и получить представление о происходящем. И в slow motion это довольно сложно провернуть, особенно когда некоторые элементы по сути опасны. Ничего из этого не происходит в сфере нашего опыта, в сфере нашего восприятия. Это происходит на скоростях, недоступных нам. Поэтому единственный способ, которым я могу погрузиться в эти события и повозиться с ними, единственный способ связаться с этими событиями – математика. Я создал таблицу, в которой было все, что должно было произойти по задумке, и все различные параметры, которые нужно было учесть. Основными были, сколько займет событие, сколько займет запуск события, и на какой скорости должна проходить камера в этот момент. Думаю, можно разобрать момент с падающими и разбивающимися шарами. В течение этого фрагмента каждый трескается точно под бит. Нужно было, чтобы удар о подиум и разрыв происходили точно вовремя. Мы прошлись по песне и определили точное время для каждого удара под бит. Первый разбивается на одной минуте 48,387 секунды. Второй на одной минуте 49,354 секунды и так далее. Всего 16. Еще мы знаем, что все ноты распределены равномерно, ведь ритм был ровный. Поэтому если мы сравним времена, то должны обнаружить, что время, прошедшее между каждым ударом, одинаковое. И действительно, каждый бит отстоит от другого на 967,00 секунды. Для этого видео базовый фреймрейт 30 кадров в секунду. А это значит, что для каждой секунды конечного видео будет 30 статичных изображений, отснятых камерой. Таким образом, любой отрезок времени может быть представлен номером кадра. И если начать от нуля в начале видео, у каждого момента будет свой номер кадра. Вернемся ко временам удара. Можно перевести их в номер кадра. Если взять длительность каждого бита, можно узнать, сколько это кадров. Как видите, это 29. Итак, ладно, к этому моменту мы определили следующее. Каждый бит в песне длится 967,00 секунды, что равно 29 кадрам итогового видео. Это значит, каждый шар должен приземляться через 29 кадров после предыдущего. Но главный вопрос, что это значит для нас, когда мы снимаем в реальном времени? Сколько нужно переждать между началами падения каждого шара? Чтобы снимать замедленное движение, мы используем очень высокоскоростную камеру. Она снимает куда быстрее обычных 30 кадров в секунду. На самом деле, здесь можно увидеть, что фреймрейт в этот момент 550 кадров в секунду. Мы хотим снять 29 кадров. Тогда, если в одной секунде 550 кадров, сколько секунд в 29 кадрах? Х, деленный на единицу, равно 29, деленный на 550, равно 0,05272727 в периоде, округлим до 0,050. В реальном времени нам нужно, чтобы шары приземлялись через 0,050 секунды, примерно через 20 секунды. Каждый шар был подвешен на одной высоте относительно своей платформы, что значит, каждому понадобится одинаковое время до столкновения. Теперь мы знаем, как быстро нужно последовательно уронить каждый шар, чтобы они приземлялись под бит в замедленном действии. Танец, который мы пытались поставить, все эти красивые слоу-мо штуки — это, по сути, гигантская математическая задача. Но еще на это можно посмотреть как на своего рода путешествие, ведь мы никогда не живем в таком временном масштабе, никогда не видим чего-то подобного. И с помощью математики мы можем постичь моменты вселенной, которые обычно недоступны. Так что это еще и сумасшедший, научно-фантастический трип. Перевел и озвучил VoicePower.